К другим новостям. В администрации округа прошло еженедельное оперативное совещание. По традиции, руководители структурных подразделений и ведомств подвели итоги работы за минувшую неделю. Встречу провел глава Владимир Ружицкий. Еженедельное оперативное совещание началось в торжественной обстановке. 8 апреля исполнилось 100 лет со дня создания военных комиссариатов. Владимир Ружицкий поздравил главу Люберецкого военкомата Михаила Скокова и вручил ему медаль за доблестный труд. Далее вернулись к традиционной повестке. Глава Люберецкой полиции Евгений Романцев сообщил о возбуждении 36 уголовных дел за прошедшую неделю, 32 из которых удалось раскрыть по горячим следам. Госавтоинспекция зарегистрировала 209 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. На дорогах обошлось без летальных исходов, однако было несколько бытовых убийств. Только три убийства было совершено на территории межмуниципального обслуживания. Это два убийства в городе Латкарины совершено, также третье убийство в городе Держинске, и три ножевых ранения, которые были также нанесены граждане, реанимации в тяжелом состоянии находятся. Пожарная служба в лице Максима Катаева отчиталась о четырех ликвидированных пожарах. Начальник управления ЖКХ Дмитрий Шумский рассказал о прорыве теплотрассы на территории войсковой части 55-443-66 3 апреля. В результате два жилых дома на 150 квартир суммарно остались без теплоснабжения. На следующий день аварию и ее последствия удалось ликвидировать. Сотрудники дорожного хозяйства расчищают и ремонтируют дороги. Общее количество выполненного ремонта составляет порядка 230 метров квадратных. Вывезены и утилизированы сметы и мусора порядка 170 метров кубических. Тем не менее, к работе Дорожной службы и ее подрядчиков есть замечания по качеству асфальта. Жалобы на качество на неделю хватает. Запишитесь на курсы, какие-то корочки получите и их воспитайте. Другие службы, на которые поступали жалобы от населения – скорая помощь и коммунальщики. Граждане недовольны тем, что приходится долго ждать приезда медиков и за мусоренными обочинами дорог. 14 и 21 апреля в округе пройдут субботники. Все желающие принять участие могут обратиться в управляющие компании за информацией и инвентарем. Александра Томей, Сергей Гвоздев, Павел Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова